Мусор, ветки, камни, грязь и горы земли с песком. Жители домов на улице Лакина недовольны состоянием прилегающей территории. Речь идёт об этом участке земли рядом с домом по адресу улица Лакина, 153. Лидия Мартынова живёт в этом районе больше полувека. Не иначе, как помойкой свой район она не называет. Живу 56 лет, как на помойке. У меня в деревне и то чище. Деревне чище. На помойке убираются, хотя через два дня оно убрано, а здесь нету. Но это далеко не единственная проблема. В этом районе находится ливнёвка. За её уборку отвечает городская администрация, утверждает пенсионерка. Ближе к стоку отвод для воды забит. После дождя этот район превращается в озеро, говорит Лидия Мартынова. Всё время в ней вода, бутылки и песок. Вода, бутылки и песок. Дождик здесь полный ливнёвка воды. Здесь вот было, где два колодца, здесь было море воды. Проблемам добавляются и вот такие деревянные решётки на местных колодцах, которые безопасностью своей не отличаются. Пенсионерка рассказывает, что в конце марта в один из подобных колодцев провалился мальчик. Лидия Мартынова говорит, здесь срочно нужно устанавливать металлические решётки или люки. Иначе может случиться трагедия. Надо, думаю, что решётки и запаять их. Ну, это, сварку сделать. Но не такие, что поднимешь вот так и всё улетит. Да тут провалишься. Пенсионерка неоднократно обращала внимание городской администрации на местные проблемы. Но чиновники реагируют далеко не сразу. Жалуется женщина. Так готовы ли мэрия привести этот участок земли возле домов в порядок? Мы направили официальный запрос, но чиновники оперативно ответить нам не смогли. Зато во время съёмок нам удалось пообщаться с сотрудником Владимир Водоканала. На камеру он общаться не пожелал. Но всё же пояснил, люки на колодцах отсутствуют из-за воров. Всё крадут. Прямо вот буквально ставим новую неделю, вторую и больше нет. А бетонную поставить? Ну, это вот надо уже с начальством с город Водоканала посмотреть. Что мы и сделали. Во Владимир Водоканале пообещали установить люки на местные колодцы до конца рабочего дня. Сейчас мы дадим команду, бригада через 20 минут будет там. Если есть там какие-то проблемы, то в течение рабочего дня, то есть до 17.00 колодцы будут закрыты. Если же колодцы не наши, не могут Владимиру Водоканалову, то мы сообщаем в другие из правильных организаций. По словам Александра Кирисова, только за прошлый год у Владимира Водоканала в областном центре украли порядка 250 люков. Он призвал граждан фотографировать нарушителей закона и сообщать об этом в правоохранительные органы. Также коммунальщики рекомендуют жителям сообщать об отсутствии люков на колодцах. Как пообещали во Владимир Водоканале, их сотрудники незамедлительно выйдут на место и устранят проблему. Алексей Домнин, Артем Замоцкин, Шестой канал.